Илон Маск заявил, что готов продать акции Тесла, а также задумался об открытии собственного университета. Аэропорты Франции и Италии построят сеть станций для аэротакси-волокоптер. В США впервые напечатают на 3D принтере целый район из 100 жилых домов. Самобалансирующая электродоска Onewheel проезжает на одном заряде 50 километров. Обо всем этом подробнее далее. Обязательно подписывайтесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Начнем мы, конечно, с нашего общего знакомого, основателя компании Тесла и SpaceX, Илона Маска, который на своей странице в Твиттер прокомментировал заявление исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, который призвал Маска потратить 2% своего состояния на решение проблемы голода в мире. Маск написал, что если ВПП сможет объяснить, как 6 миллиардов долларов смогут решить проблему голода в мире, то он продаст свои акции Тесла. Он добавил, что финансовая отчетность должна быть прозрачной, чтобы все видели, как тратятся деньги. Также недавно Илон заявил об открытии высшего учебного заведения в Техасе, куда недавно он переехал, а вскоре и переедет штаб-квартира Тесла. Конечно же, о своей задумке господин Маск сообщил в Твиттер и там же привел пример названия вуза – Техасский институт технологии наук. Больше никаких подробностей нет, но можно не сомневаться, что если эта мысль всерьез поселилась у Маска в голове, то через пару лет, а может быть и раньше, такой вуз в Техасе появится. Немецкий разработчик и витол аппаратов Волокоптер заключил серию долгосрочных соглашений с авиационными компаниями Франции и Италии. Холдинг Атлантия и крупнейшие операторы аэропортов Италии – аэропорте Дерома согласились построить вертипорты в Риме, Венеции, Болонье и Ницце к 2024 году. К тому же моменту французские авиакомпании подготовят несколько станций для волокоптеров в Париже. Регуляторы Франции рассчитывают реализовать проект до начала летних Олимпийских игр. В рамках сделки компании создадут дочернее предприятие Urban Blue. Новая компания будет контролировать строительство и эксплуатацию вертипортов, а также поможет волокоптер запустить первые коммерческие рейсы. В то же время EDF Invest окажет Urban Blue и волокоптер финансовую поддержку на стадии строительства, а затем ускорит сертификацию и витол аппаратов в авиационной отрасли Италии. Американский стартап Icon, который специализируется на строительстве домов с помощью 3D-принтеров, объявил о самом масштабном проекте в отрасли. Компания заключила сделку с девелопером Liner и архитектурной компанией B-Jake Agiles Group, в рамках которой партнеры построят 100 частных домов в пригороде Остина, штат Техас. Icon обещает приступить к строительству в 2022 году. Основа технологии Icon – это 3D-принтеры Vulcan. Крупногабаритная конструкция полагается на запатентованное программное обеспечение и быстро твердеющую смесь Lavacrate, из которой состоит фундамент, стены и крыши домов Icon. Система возводит полноценные постройки площадью до 278 метров. Работа со зданиями таких габаритов занимает от 12 до 24 часов. Дополнительная особенность предложения Icon – по завершении строительства стартап устанавливает солнечные панели на крышу каждого дома. Компания Boston Dynamics представила собственную версию клипа культовой группы The Rolling Stone на хит 1981 года Start Me Up. Отличие нового клипа заключается в том, что участников группы в нем заменили роботы Spot. Как и многие другие видео от Boston Dynamics, новый клип выглядит весьма впечатляюще и немного жутковато. Можно сказать, что разработчики Spot в очередной раз продемонстрировали огромный потенциал мобильности своего творения и постоянное стремление компании сделать собственных роботов забавными. Очевидно, что это необходимо Boston Dynamics, чтобы более позитивно настроить людей к своим творениям, которых многие опасаются, особенно в контексте потенциального военного использования, что в теории возможно. Калифорнийский стартап Future Motion представил две новых версии электрического одноколесного скейтборда с автоматической балансировкой. Onewheel стал более мощным, эргономичным и дальнобойным. Наиболее мощная версия доски выдает целых 3 лошадиных силы и это рекорд для скейтбордов. Наиболее мощная из двух версий Onewheel GT за 2200 баксов, которая по словам Future Motion была полностью переработана. Она оснащена более высоковольтной системой управления, в результате чего GT стал первым электрическим скейтбордом Onewheel, выдающим 3 лошадиных силы. Энергию подает на мотор литий-ионный аккумулятор из 21 1700 элементов питания. Такие же стоят в Tesla. Они обеспечивают доске 50 километров запаса хода. Помимо производительности, Future Motion поменяла дизайн доски, сделав ее вогнутой для лучшей управляемости, установила более яркие фары, поменяла ручку для ношения на более прочную и добавила опциональную покрышку с протекторами для тех, кто хочет прокатиться по бездорожью. Вторая модификация Onewheel — обновление уменьшенной модели, которую компания анонсировала в 2019 году. Новый Pint X за 1400 баксов проезжает в два раза больше на одном заряде — 26 километров вместо 13. А максимальная скорость увеличилась 26 километров в час до 29. Спасибо, что оставались с нами до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить огромный лайк, жать на колокольчик и писать внизу в комментариях свое мнение. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а я с вами прощаюсь до следующего выпуска, друзья. Всем хорошего настроения. Пока!